Сейчас ты поддерживаешь Украину. Когда ты пришел к этому решению? Это никакое не решение. Я не принимал решение для себя поддерживать Украину. Я принимал решение, как скоро сделать это публичным и, возможно, сжечь мосты с нынешней России. И это было довольно сложное решение, потому что никто никогда не был в этой ситуации. Да, были более мудрые и взрослые люди, которые сразу встали и уехали, и объявили о своей позиции. Ты как актер, завязанный, на тебе завязано очень много людей и так далее. И, конечно, нужно было время, чтобы подумать вообще, что происходит и как дальше будет выглядеть твоя жизнь. Тут бравировать, что я сразу уехал и принял для себя все решения нельзя. Для меня, по сути, это одновременно было глубочайшим шоком, но одновременно это не было какой-то новостью. Я понимал, что я предчувствовал, что рано или поздно вот что-то такое, как бы, Россия, к сожалению, может начать. Но вот представить, что это будет с Украиной, я не мог. Вот для меня вот это была новость единственная. Я... А, еще самое страшное, что это было все параллельно с выходом фантастических тварей. И, конечно же, я бы хотел сейчас сказать, что я такой, все, не важно, все, мне на все плевать. Я как бы выбираю правду, выбираю страну, на которую напали, и вот гори все огнем. Но, конечно, я тогда, как человек, у которого, типа, за сутки до войны вышла афи... Это не потому, что я трусил, честно не скажу. Мне было страшно, но я не трусил. У меня за сутки до этого вышла афиша, типа, фантастических тварей. И это такой прилив эндорфинов, или чего там, это такой прилив веры в то, что, капец, это просто такой культурный мост между вообще Россией, Украиной, всем на свете и мировым кино, что он мне дал прям... Я всю ночь не спал, я думал, боже мой, это просто невероятно. Это значит, что вообще все, что угодно в жизни можно сделать. Неужели это означает, что как бы... Такой вот эпоха глобализма начинается в искусстве и вообще, в принципе. И у тебя просто через 16 часов это все обрубает, ровно... Ой, ровно пополам все разрубается. И просто вот айсберг напополам трескается и уходит в разные стороны. И, конечно, это был такой шок. Я не понимал, что мне можно говорить в плане, там, Warner Brothers. Потому что никто такого не ожидал. И, по сути, я привык, что последние месяцы перед выходом фильма я должен был с ними, в принципе, считаться во всем, что я делаю. Потому что ты студийный актер, и ты должен за все свои публичные там высказывания отвечать и считаться со студией. Поэтому первое время... Притом, к чести студии они никаких вообще руководств не давали. Но я думал, что они будут. То есть там все агенты говорят, подожди, мы должны это согласовать. То, другое, третье. Ты вот это пишешь. Подожди, сначала нужно это отослать им, не им. Никто ничего не понимал. На самом деле никто ничего не согласовывал. Все были просто в шоке. Весь мир был в шоке, насколько я понимаю. Но из-за того, что я не знал, как все это работает, да, это был полный хаос. Я просто был абсолютно потерян. Я собирал все вещи, разбирал все вещи. В итоге, через несколько дней, у меня было две недели перерыва в съемках. И я уехал. И я думал, я собрал все вещи так, что я не вернусь уже. Я вот, я уехал в Исландию сначала. И там я принимал решение, возвращаться мне или нет, доделать фильмы, которые мне нужно было доделать. Это «Красолов» Леша Мизгирева и «За нас с вами». И после очень, очень, очень многих разговоров и долгих там каких-то рефлексий я вернулся и доделал их. И потом уехал. Ну, вот еще один уехавший. Самое какое-то, ну, не побоюсь этого эпитета, печальное для меня, это то, что Саша Кузнецов родился в Севастополе в семье военного моряка в 92-м году. И, кстати, когда решил проверить информацию про Александра Александровича Кузнецова, мне лицо знакомо, он в «Содержанках» играл. Так вот, в Википедии есть еще Александр Александровича Кузнецова. Один герой Советского Союза, который погиб в Беликой Отечественной войне. Второй военный корреспондент, который тоже погиб 22 июня 44-го года. Такие дела. Вот, ребята, это первое доказательство того, что все, к чему притронется, как бы эта страна в том виде, в котором она сейчас есть, все живое будет умирать. Это просто вот как в компьютерной игре в Маркрафте. Просто нежить. Натрагивать – все умирает. Неважно, насколько ты великий художник. Всех убьют. А почему вы считаете, что театр именно умрет после того, как смениться художественный руководитель? Потому что театр – это люди. И страна – это люди. Вы не любите страну, вы любите людей. Вы скучаете по людям всегда, а не по месту, не по стенам. Но этот театр создал единолично Кирилл Серебренников и его талантливейшие ребята, артисты, художники, сотрудники этого театра. Никто из них в здравом умении останется при другом руководстве здесь работать. Это будет совершенно другой театр. Вы понимаете? А возможно, сейчас актеру, который играл столько лет в «Гоголь-центре», например, 10 лет, найти сейчас какое-то другое место в Москве, в России, где он может как актер себя реализовать так же, как в «Гоголь-центре». Нет, нет, конечно. Не только потому, что «Гоголь-центр» – лучший театр. Да, он, безусловно, лучший, скорее всего, в Москве. Но это же событие больше, чем просто закрытие «Гоголь-центра». Это закрытие всего, всех нас. Это конец. По крайней мере, этого периода этой нашей жизни и этой страны – это абсолютнейший конец. Поэтому нет, не где-то, если вы спрашиваете про то, есть ли где-то так похожее пространство. Какие-то там есть маленькие сейчас камерные театры, до которых пока они доебались. Но нет, конечно, нет. Это просто, это «Гоголь-центр» – это вот кладезь жизни, молодости, актуальности, честности. Последний вопрос. У меня знакомый актер, который играл в кино, а не в театре. Он уехал с формировки «Я не хочу сейчас играть пионеров». Как вы думаете, будет ли сейчас отток актеров вообще из России? Конечно, и это хорошо. Потому что если, ну как бы, сотнями лет тут расстреливают, репрессируют художников, артистов, режиссеров, может быть, пора задуматься и просто съебать отсюда всем и дать им делать то, что они хотят. И как бы посмотреть, как будет выглядеть страна, когда наконец уедут все те, ну, кого они не хотят здесь видеть. А по ходу, если так вот посмотреть, я даже вот без всяких антироссийских позиций, они не хотят видеть никого, никого вообще, просто никого. Здесь вот, вот здесь уже возле «Гоголь-центра» черешню продают на прилавочке, как в 90-х. Возле «Гоголь-центра». Представьте, что будет дальше. Нет, актерам, я думаю, что надо уезжать не потому, что мы там не любим эту страну, мы ее кидаем и никогда сюда не вернемся, а просто потому, что нас выгоняют. Просто всех художников, артистов и так далее в прямом смысле отсюда выжимают. А мы что, долбоебы воевать за какой-то кусочек стула? У нас есть весь мир. Как бы, как и «Гоголь-центр», он будет существовать во всем мире, как и «Россия» будет существовать всегда, ну, вы понимаете, в наших сердцах. Но в том виде, в котором вот все здесь происходило, этого больше не будет, я уверен. Александр Кузнецов, исполнитель главной роли в фильме «Александра Лунгина. Большая поэзия». Здравствуйте, Саша, с премьерой. Спасибо. Отличный фильм получился, очень брутальное кино. Насколько много в вас, Викторов? Вопрос, может, немножко примитивный, но тем не менее на пресс-конференции вы сказали, что производная должна быть. Много Виктора. Просто у меня, в отличие от Виктора, еще столько же иронии над собой и желание жить, веселиться и праздновать жизнь, как это делают французы. Вот, это главное отличие меня от Виктора. Но его жестокая составляющая и вот его, как сказать, вот эта штука, когда ты просто мучаешься от того, какой ты есть, с утра до ночи, независимо от чего, это все во мне наполовину есть. Моей душе покоя нет. По поводу Кинотавра в целом, вы привезли три картины, абсолютно разноплановые. Это сложно, наверное, участвовать в конкурсе в нескольких таких разных направлениях. Ставите ли на какую-то картину? Какой больше вы желаете будущего? Ну, знаете, я сейчас получил такой опыт, что ставить ни на что уже нельзя, потому что никогда, пока ты не посмотришь фильм. Потому что сценарий, это одна история, ты соглашаешься на сценарий, на команду, и потом ты можешь сделать все, что угодно, ты можешь умереть там. Но все равно это делает команда людей. Что в итоге выйдет? Пока ты не посмотришь, ставить нельзя, это глупо. Раньше я так делал. Поэтому нет, сейчас я не видел ни одной из этих картин, я ни на что ставить не могу. Может быть, то, к чему я менее серьезно отношусь, окажется лучшей работой, и наоборот. Сейчас я это очень хорошо понимаю. И нет, это не тяжело, я же не в спектакле играю. Почему тяжело? Я в течение года просто снялся в этих работах. Они оказались подходящими для Кинотавра, и их позвали, и они вообще ни при чем.